Посмотрите на Пригожина. Вот я просто по нему сейчас хотел дальше с вами поговорить. Вот он не сходит с экранов, он приписывает себе победы, он говорит, что если бы не мы, фактически там не было бы продвижений. А кто создал? Ну, во-первых, надо понимать, кто создал Пригожина. Пригожин что, сам себя создал? Нет, Путин его создал. Пригожин действует в рамках тех полномочий, которые ему дал Путин. Вот и все, понимаете? Вот я про это говорю. Вот Навальный сам себя создал, Яшин сам себя создал, Юлия Галямина сама себя создала, Дмитрий Тругутков сам себя создал, Ходорковский, Каспаров, ну там до бесконечности можно перечислить, да? А Пригожина Путин создал, я говорю, что эти ребята все искусственные. То есть они существуют, но они существуют искусственно, поэтому они не являются самостоятельным политическим субъектом, поэтому я сказал, что они бессубъектны, поэтому они в значительной степени виртуальны. Они существуют ровно настолько, насколько им позволяет начальство. Вот поэтому я и упомянул эту метафору Павловского про приставной стульчик около власти. А не может Джин вырваться из бутылки? Ну вот тот же Пригожин, которого, как вы говорите, создали, действительно ему позволили это сделать, позволили воевать, дали денег, дали разрешение вербовать заключенных и так далее, и так далее, и так далее. Но вот эти его телодвижения против губернаторов, против Шойгу, против Герасимова, это тоже санкционировано? Конечно, ну то есть Путин мог бы остановить, если бы хотел. Путин не может или не хочет, но по какой-то причине он не останавливает. Но в принципе он просто в одну секунду может просто убрать Пригожина из поля. Понимаете? И не будет его Пригожина. А значит, Путин не позволяет это делать. Короче, я услышал ваш вопрос, он действительно важный. Может ли Пригожин вырваться, как вы сказали, Джин, как Джин из бутылки, да, стать таким Франкенштейном? Значит, я не верю в то, что он может реально прийти к власти. Если только Путин сам его вдруг зачем-то захочет назначить своим преемником, значит, тогда теоретически, да, какое-то время он у власти удержится. Он ее тоже быстро потеряет, но какое-то время удержится, конечно. Значит, просто я не понимаю, зачем Путину это делать. Да, вот все, что делает Пригожин, Путин и сам может делать. Зачем тогда Путину менять шиву на мыло? Если преемник и нужен, то он нужен для того, чтобы делать что-то, чего не может сам Путин. Например, поставить Собянина разрешение переговора с украинцами, и украинцы будут вести с ним переговоры. Вот с Путиным Зеленский отказывается разговаривать, а с Собяниным, в принципе, будет. И вот уже то, что называется прибавочная стоимость появилась, да. То есть понятно, зачем преемник Собянин. Если ты не можешь выиграть войну, и тебе надо вести переговоры, то Собянин или Мишустин, или масса вокруг Путина технократов, либералов, которые, в общем-то, могли бы это все делать. Ну, те, кто не засветился в этой войне, те, кто ее не поддерживал, не участвовал во всем этом. Ну, понятно, что чуть-чуть все поддерживали, но по минимуму. Видно, что когда это из-под палки делается, как в случае с Собяниным. А Пригожин, он сюда ничего не привнесет. То есть он, все, что он предлагает, это эскалация конфликта. Такой Путин сам с эскалацией отлично справляется. Понимаете? То есть причин Путину ставить Пригожина в качестве преемника нет. А в этой ситуации, когда режим начнет разваливаться, ну, самого Пригожина сожрут в первую очередь, потому что он слишком много врагов создал. Он слишком многих раздражает. Он, в принципе, понимаете, чтобы прийти к власти, надо создавать широкую коалицию, элитную в первую очередь, во вторую очередь общественную. А он всех отталкивает. Он перегругался со всеми, он наехал на всех, он поругался со всеми, если говорить об элитах. Значит, при этом он, если говорить о массовом избирателе, с ним разговаривает вот прям через губу, прям на блатной фене с презрением. Понимаете? Он, обращаясь к жителям Белгородской и Курской областей, говорит им, вы половозрелые самцы. Нормальное такое обращение, да? Что думаете, избирателю такое нравится? Или, например, он, обращаясь к российским женщинам, пишет текст о том, что он, ну, дескать, вы жалуетесь на то, что вот мы уголовников там освобождаем, бросаем их на фронт. Но, значит, имейте в виду, что если это не будут делать уголовники, то это будут делать ваши там дети, ваши мужья, юнцы, там, молокососцы, у которых молоко на губах не обсохло. Как-то так он, не знаю. То есть, во всех российских мужчинах он вот так отзывается, понимаете? Ну, это же дураком надо быть, чтобы вот рассчитывать на поддержку избирателя и с избирателем разговаривать вот так. Ну, избиратель не мазохист. Да, с кем он еще подвел горшки, это вот как раз с Гиркиным Стрелковым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова